Танец позволяет раскрывать свои внутренние ресурсы, позволяет находить новых друзей, расширять круг общения. В чем специфика аргентинского танго в понимании воздействия на человека? Этот танец отличается тем, что он изначально исходно базово-импроизоляционный. То есть он танцуется без заучивания каких-то частей танца. Танцоры знают определенные базовые движения и элементы. И затем из этих элементов составляется сам танец. Составляется спонтанно, исходя из музыки, эмоции, ощущения, которые навеяны самим танцем. У меня складывается впечатление, что этот танец подойдет людям, которые открыты всему новому, готовы. импровизировать и в жизни, и в танце, в разных начинаниях. Инна, для того, чтобы людям старшего возраста, у которых есть масса свободного времени, может быть, есть пустота, найти новый круг общения. Вот такой танец как подойдет? Или все-таки здесь нужно какие-то предварительные практики пройти? Я думаю, что как раз танго это очень демократичный танец, поскольку это социальный танец. В Аргентине и там танцуют на улицах, пока не помрут, что называется. Там старички седые, которые скрипят коленками, танцуют каждый день с молодыми девушками, которые проходят мимо. И те, которые ездили в Буэнерс-Айрес, говорят, что это правда. Он сидит, мимо него проходит прекрасная женщина, он ей подает руку, она ему дает свою руку, обалдев, и он с ней танцует, а не сапец садится и пьет свой кофе. Это нормально, у них это нормально. У нас пьют несколько другие напитки в других местах, но, тем не менее, так как во всем мире сейчас, в общем-то, бум танцевальный, то, что люди понимают, что они не умеют общаться, несмотря на то, что масса, очень сильно развиваются средства коммуникации и так далее, одиночество остается очень серьезной проблемой. Танго в этом смысле является танцем понимания не только людей с другой половиной человечества, но и понимание себя в этом. Вот я, например, именно поэтому пошла заниматься в танго, потому что я практикующий психолог с очень большими нагрузками, Леша мой первый учитель, почему я хотела, чтобы вы его пригласили. И на самом деле я поняла, что в этом танце, освоив какие-то его простейшие элементы, которые доступны абсолютно любому человеку в любом возрасте, вот, ты очень многое понимаешь про себя, и самое главное, что то состояние радости, почти эйфорическое, которое приходит с первых трех-четырех шагов я туда приводила на занятия к Леше почти всех своих клиентов. Хотите радость? Люди в разном состоянии, да, и пара семейные, и их детей, они приходили, вот Леша, как бы, они первые шаги делали, все говорили, что танцевать не умеют, особенно мужчины, все говорили, что они слоны, там, ну, всякие животные, да, вот, они так вдохновлялись, они были такие румяные, они, четыре вот движения, там, ну, простейшая вещь, это квадрат, да, но когда они понимали, что они танцуют музыку и танцуют свои чувства, которые чаще всего люди не умеют проговаривать, свои мечты, свою романтику, свое воспоминание, это потрясающе омолаживает, это дает возможность чувствовать себя молодым и дает возможность развиваться в этом смысле, потому что, вот, в Лешной школе Леомелонга там есть люди, которые пришли около 50 лет заниматься. Вот, мне интересно здесь узнать позицию, да, вас как ученицы, вас как преподавателя, что меняется в человеке? Вот вы видите, человек пришел зажатый, действительно говорит, что ну вот, ну я никогда не танцевал, я не знаю вообще получится у меня или нет. Вот за несколько занятий, дело здесь даже, наверное, не в практике, а в внутреннем настрое. Что меняется? Вот что вы видите как педагог, преподаватель? Ну, во-первых, это танец парный. Соответственно, люди не просто танцуют, они танцуют в паре, мужчина с женщиной, да, вот, а танец такой, что там очень четкое, очень правильное распределение социальных ролей. Вот, там мужчина-мужчина, женщина-женщина, мужчина ведет, а женщина украшает. Девушка следует очень четко, и поэтому с точки зрения вот этого такого эмоционального психологического воздействия, ну, ну, во-первых, девушки, женщины, которые приходят, они привыкли в жизни, я не знаю, там, руководить заводами, компаниями, бизнесом. Вести за собой, да, доминировать. и здесь... Или вести на себе. Да, здесь вот они чувствуют мужское плечо, и, то есть, они могут почувствовать себя женщиной, вот, и это очень... И, кстати, такой опыт в жизни пригодится потом для взаимоотношений. На вашей страничке видела памятку, памятку начинающего тангера. Расскажите об основных правилах, которые нужно знать людям, которые приходят на эти танцы. Ну, основные правила. Ну, есть такое мероприятие, которое проводится вот в рамках танго, это мелонга, вечера аргентинского танго, вот. Там есть определенные, ну, что ли, традиции, сложившиеся, можно назвать их правилами, да? Вот. Ну, как правило, мужчина в танго, он может приглашать девушек, да? Соответственно, мужчина активен, да? И сама музыкальная программа устроена таким образом, что танцы, они ставятся по четыре песни, танцы, одного стиля. Вот. Такой блок, да? есть такое правило, что если мужчина пригласил девушку, то он должен, там, понравилось, не понравилось, там, удалось потанцевать, может быть, с людьми. Может быть, не сложилось, да? Да, да, да. Но по этикету положено вот эти четыре танца обязательно... Четыре танца вы друг друга познаете. Да, четыре танца обязательно... Как бы не хотелось сбежать. Протанцевать, потому что считается не очень вежливым, если мужчина пригласил девушку, и там через два танца сказал спасибо. Вот что-то не понравилось и до свидания, да? Хорошее правило. А девушка может приглашать молодого человека на танец? Или это правило менее предусмотрено? Ну, вообще, как бы приглашает мужчина, но у девушек есть такое понятие кабосео в танго. Это приглашение глазами. То есть, когда девушка может, ну, показать молодому человеку, что она бы с удовольствием с ним потанцевала. А вот как это происходит, мы посмотрим в нашем следующем материале, а после вернемся к разговору в студии.